Добрый вечер в эфире телеканала «Семей» программа «Диалог». Как всегда по понедельникам мы общаемся с нашими гостями. В связи с карантинными ограничительными мерами мы делаем это посредством в нашем данном случае посредством скайпа. Сегодня у нас на связи Татьяна Анатольевна Севицкая, это судья ювенального суда номер 2 города Семей. Татьяна Анатольевна, добрый вечер. Добрый вечер. Говорим мы сегодня о ювенальном правосудии, ну и подспудно получается о правонарушениях, о преступлениях как детей, так и против детей. Что сейчас собой это представляет? Татьяна Анатольевна, давайте начнем с того, вообще, что такое вот у нас ювенальная система наша? Что он у нас собой представляет ювенальный суд? Чем занимается? Какие обязанности возложены на судей? Это, я так понимаю, специализированный, да, суд какой-то? Да, безусловно. Это специализированный суд, который в городе Семей существует и открыт уже с 2012 года. То есть он существует порядка уже 8 лет. Основная задача это не только нашего суда, но и всех судов, это отправление правосудия. В чем особенность нашего суда? Особенность нашего суда это, в первую очередь, защита прав детей. Защита прав детей тогда, когда родители, защитить их права в силу определенных обстоятельств не могут, или же когда, наоборот, родители своими действиями или бездействиями нарушают права детей. Или когда нужно защищать, получается, от родителей, да, ребенка иногда? Да, безусловно. Это наша первоочередная задача, защитить права детей. Помимо этого, то есть, я так понимаю, здесь могут расцениваться и как преступления против детей, да, то есть судят, получается, взрослых, и как преступления самих детей тоже относятся к категории. Слова. Вот посредством, мне довелось побывать на нескольких судах по лишению родительских прав, я так понимаю, это одно из самых распространенных, наверное, явлений, да, вот именно в ювенальном сейчас суде. Но тогда он еще не был ювенальным, это был где-то, наверное, 2001 год. Вот. И, ну, конечно, страшная картина, когда мать лишают родительских прав, там слезы, крики, но хочется спросить, а где ты раньше была, собственно говоря, когда вот, это ведь процедура длительная, да, то есть в течение года, по-моему, инспекция по делам несовершеннолетних этим занимается. Сейчас все осталось точно так же, да, то есть до суда доходят только вот самые вопиющие дела, которые невозможно уже решить по-другому. Давайте начнем, пожалуй, вот с того, что ювенальным судом рассматриваются все категории дел, связанных с детьми, это и административные правонарушения в сфере защиты прав детей и совершаемые родителями, и совершаемые несовершеннолетними. Это рассмотрение гражданских дел, это вот то, что вы имеете в виду, в том числе и лишение родительских прав, установление, отсутствие, взыскание алиментов, уменьшение размера алиментов, ограничения родительских прав, все споры, связанные с местом жительства детей, с порядком общения с детьми, это все рассматривается в гражданско-правовом поле нашим судом. И самая тяжелая категория, это, естественно, уголовные дела, которые совершаются как детьми, так и в отношении детей. По гражданским делам, вот в последнее время, по крайней мере за последние два года, это точно, увеличилось количество исков по лишению родительских прав. Причем, когда истцом выступает не только государственный орган, мы часто это думаем, что орган опеки-попечительства, либо комиссия по делам несовершеннолетних, а очень часто, когда истцом выступает один из родителей, чаще всего это мама. Мама лишить папу родительских прав, так? Да. Ну, я так понимаю, причина это побои, алкоголизм и прочая-прочая, наверное, основная, да, статья? Вот знаете, что интересно, когда мама подает о лишении родительских прав отца, там как раз-таки часто причина не алкоголизма и побои, а то, что отец самоустраняется от воспитания ребенка, от участия его в жизни вообще, не платит алименты. Вот это часто первая причина, когда мать подает на лишение отца родительских прав. А вот когда присутствует алкоголизм и или иные какие-то заболевания, тогда уже чаще государственный орган подает на лишение отец родительских прав. И в основном даже обоих родителей, потому что алкоголизм, он, к сожалению, затрагивает обоих родителей очень часто. Ну, я так понимаю, там и жилищно-бытовых условий, да, принимается, то есть ребенок... Безусловно, да. А что собой сейчас представляет закон вот о защите прав ребенка? То есть какими правами у нас обладает несовершеннолетний ребенок? Если, ну, вкратце, вот буквально так же. Я вот слышал, например, такое, что вот в Соединенных Штатах... Ну, это, наверное, международное право, да, какое-то? Здесь нет у нас в Казахстане отдельного, там где-то отдельного. Слышал, что, например, ребенок имеет право на компьютер. У них так. Если у ребенка нет компьютера, он может подать в суд на родителей, и суд обяжет предоставить ребенку... Это как средство для обучения идет у них прежде всего. Они будут обязаны ему его приобрести. Если они не смогут, то, ай-яй-яй, будут наказаны. Каким образом, я не знаю. А у нас вот до такого абсурда доходило, не доходило, что ребенок пытался взыскать с родителей? Да, до такого... Слава Богу, что не хотела. Мы с вами... Смотрите, наша республика, она ратифицировала конвенцию. Одну из первоначальных конвенций, это конвенция о защите прав детей, которая принималась в 1952 году, если нет, память не изменяет ООН. Мы ее привили, ратифицировали. Все основные начала, которые в ней положены, они нашли свое отражение и в нашей Конституции, и в нашем законе о правах ребенка, и в нашем законе об образовании, и непосредственно в нашем кодексе о браке, сотрудничестве и семье. Вот это вот основные законодательные акты, которые регулируют отношения ребенок, семья, школа, ребенок, семья, государственные учреждения. Там закреплены основные права и обязанности как детей, так и основные права и обязанности родителей и государственных или иных органов по отношению к детям и семьям. У нас такого разграничения нет, что ребенок имеет право на компьютер, но у нас есть общие права. Когда ребенок имеет право на надлежащее материальное обеспечение, на надлежащие жилищно-бытовые условия, то есть у нас это более широко расписано. Все вот это право на компьютер, право на время свободное, на какую-то учебу, на дополнительные занятия, это все закреплено в этом праве. Право ребенка на образование, на материально-бытовые условия, на жилищные условия. Но сам ребенок, так как подать в суд, например, не может, и это делают его представители, как правило, да, и ответственность за поступки ребенка тоже несут его представители, то есть родители, по сути. Да, да. Родители у нас конкретно обозначены в законе, это законный представитель. Если у ребенка нет родителя, здесь есть тогда обязательно будет другой законный представитель, который определяется уже органом опеки и попечительства. Это либо близкие родственники, если таковые имеются, если таковых и не имеются, то уже, соответственно, сам орган опеки и попечительства будет вступать законным представителем ребенка. Такая ситуация, особенно в Соединенных Штатах Америки, ну, у них правосудие немножко отличается от нашего, насколько я знаю. Безусловно. Очень, очень у них вот эти органы опеки, там по одному наущению соседа, там или сердобольной соседке, тут же приезжает, значит, орган опеки с полицией, изымают ребенка, неважно, может быть, там какой-то семейный распри, да, там или что-то там произошло, это быстро забудется, и там семья, может быть, какой бы идеальной она ни была, все, ребенка забирают, потом до суда вплоть он находится у них, его могут поместить в другую семью совершенно пока на время, да, то есть вот насколько у нас к этому относятся, то есть, ну, все-таки человеческий фактор больше играет роль, или вот буква закона, протокол, по которому нужно работать. У нас все-таки, смотрите, в стране, это у нас, я, это мое личное мнение, я так считаю, что у нас многое осталось, и понятий, и в отношениях еще постсоветское, потому что у нас раньше орган опеки была отдельной службой, она так и называлась служба опеки и попечительства, сейчас у нас орган опеки и попечительства, оно находится при отделе образования, на наш взгляд, и мы выходили с рядом инициатив, это неправильно, потому что они в полной мере реализовать свои функции по защите прав детей не могут. Вот смотрите, простейшая ситуация, идет спор, когда двое родителей делят место жительства детей после развода, развод часто в таких случаях бывает тяжелый, аккумулированные обиды, накопленные за годы, и они начинают этих детей вот терзать, прям буквально забирая друг у друга, один пойдет потихонечку из садика заберет, второй не скажет, потом другой потихонечку пойдет, на их себе заберет, и детей тянут. При этом идет в суде дело гражданское об определении места жительства детей. Вот у нас такой процедуры нет, чтобы, допустим, до разрешения этого вопроса, чтобы родители детей не настраивали, чтобы психоэмоционального состояния тяжелого детей не было. Допустим, во многих странах Европы, и Америки в том числе, такие дети помещаются в специальные учреждения, где находятся до разрешения этого спора. С одной стороны, казалось бы, для ребенка вроде бы и тяжело, да, вне себе находиться. Ну да, как... Ну а с другой стороны, да, с другой стороны, посмотреть, когда у родителей война, и когда этого ребенка тягают туда-сюда, это тоже неправильно. Ребенок должен успокоиться, тем более с ребенком же параллельно проводятся методики, психолог работает, диагностика, ребенок настраивается, это очень тяжело. Вот у нас в этом плане очень слабо, у нас нет такого права ребенка определить, пока спор идет. То есть, чтобы не влияли на него родители никаким образом, да? Да, да. И чтобы ему было психоэмоционально спокойно, потому что ребенок очень часто после развода родителей семью-то понимает все равно как целую. Он же хочет быть и с мамой, и с папой, а родители же это забывают часто, из-за своих обид же сначала же нужно свои все проблемы решить, взрослые. Вот у нас в этом плане очень слабо мы работаем. Что касается, вот отдельно я хотела бы сказать, правовая сознательность граждан у нас все-таки имеется, когда очень часто происходят семейные бытовые скандалы, в семье, в ночное время, это очень часто слышат соседей. И вот они, вот такие дела поступают очень часто, они слышат и звонят, звонят 102, что вот здесь скандал происходит, там плач детей слышен, и очень часто реагируют и полиция всегда реагирует, и инспектора по делам несовершеннолетних. В этом случае, когда если родители находятся в алкогольном опьянении, при семейно-бытовых скандалах, ребенка забирают в центр адаптации несовершеннолетних, помещают до выяснения ситуации в семье. Ну вот есть стереотипы, да, вот такие стереотипы, но я уже убедился, что они не работают в случае нашего государства и вообще, наверное, на всем постсоветском пространстве, потому что принято, что семейным тираном является мужчина, принято, что только он там несет ответственность, да, за что-то, ну, а кассы бывают совершенно наоборот, когда мама, собственно говоря, выпивает, а супруг пытается оставить детей у себя, чтобы что-то им дать. И таких дел тоже достаточно, да, как я понимаю, таких случаев? Да, и в последнее время таких дел, я даже вам больше скажу, этих дел гораздо больше, когда инициатором определить место жительства ребенка выступает папа. И чаще всего это алкоголизм мамы, это безусловно, и такие случаи есть, пусть они не такие распространены, но, по моему мнению, если мы, допустим, за три месяца этого года рассмотрели даже три-четыре таких рисков, это уже показатель, что их вообще таких не было. А о чем это говорит? Вот как вы, как, ну, как женщина прежде всего, как мать, что можете сказать, куда, что случилось-то с населением, что вот именно мамы начали у нас выходить из себя? Да, мы таким вопросом сами задаемся, потому что у нас сейчас идет поколение, когда вот папа обращается об определении места жительства и о лишении мам родительских прав, уже идет достаточно, вот, 86-го года рождения родителей, 92-го, 94-го года родителей, почему мы потеряли эти ценности, почему мама перестает быть мамой на первом плане, отодвигает детей и начинает вести действительно разгульный образ жизни, почему вот эта вот культура потеряна какая-то материнская, все-таки это, наверное, с воспитанием связано, с тем временем, в котором тогда росли и воспитывались дети. Скорее всего, это опять наше субъективное мнение. Ну, мне кажется, что сейчас задача только воспитать поколение более целостное, да, которое бы знало о семейных ценностях, но вот, насколько я знаю, уже начиная с 2000, с начала 2000-х годов, там, 2005-2006, семья все-таки выдвигается в нашем государстве на первое место, это и день семьи, и день мамы, и вот ювенальный суд тому подтверждение, что есть отдельные люди, которые этим занимаются. Давайте немного теперь вот про гражданские дела, вот алименты. Больше-меньше стало все-таки с период, ну вот, скажем, за последние 5-10 лет? Нет, не меньше, к сожалению, наоборот, больше. Стало больше дел о взыскании алиментов, стало больше дел о снижении алиментов, стало больше уголовных дел, поступающих в суды, по неуплате алиментов родителей. А неуплата, это уже уголовное дело, да, получается, если не... Безусловно, если один из родителей, который обязан выплачивать алименты, в течение трех месяцев не выплачивает алименты на содержание снижения совершеннолетнего ребенка, то родитель, на иждивении которого находится ребенок, уже вправе ставить вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за это. Ну, а он выплатит потом, или его просто обяжут, если он работает, просто будут автоматически сниматься эти деньги и пересылаться, да? Если он трудоустроен, здесь, конечно, все проще. Это заработка, естественно, производится выплат, и здесь проще. А вот если же он не работает, то приговором ему определяется принудительный труд. А у нас такое возможно, да, все-таки? У нас уже такое есть и действует, да. Просто я, насколько знаю, у нас очень часто, вот я, ну, слышал о таких людях, которые, например, сами занимаются бизнесом, да, ну, являются самозанятыми, может быть, где-то людьми, не полноценны. ТО там у них какое-то, да, штаб налоги там как-то. И когда вот дело доходит до алиментов, они там устраиваются эффективно к дворникам, к какому-нибудь КСК, и вот с этих 15 тысяч, там, 20-30, не знаю уж сколько, там же, по-моему, 25%, да, на одного ребенка, если... На одного ребенка, да. А там больше уже 50 и так далее. И, соответственно, они платят вот эти копейки, хотя сами работают в плане, там, кто-то стройкой занимается, кто-то еще чем-то. Ну, вот есть ли какие-то подходы вот к таким непорядочным людям? Да, смотрите, безусловно, когда возбуждается уголовное дело уже по заявлению взыскателя, вот о том, что вы сейчас говорите, это называется, когда должник укрывает свои доходы, скрывает, не показывает их полноценно. Орган досудебного расследования, это полиция, у них есть, безусловно, процессуальные рычаги, когда они начинают выяснять, приходят в дом, вот если вам просто объяснить, приходят в дом, есть ли какое имущество, на что приобретено, извините, если у вас зарплата 42 500 тиньки, как вы показываете, да, на что приобретено такое-то жилье, или же автомобиль, или же какая-то обстановка дома, она не на 42 500 тиньки. И тут уже мне друг подарил, там, или там родители оставили, уже никак, да, не действует? Никак уже, это же нужно будет доказывать, это именно в рамках уголовно-правового поля, вот это доказать намного легче. Ну, то есть все, теперь есть какие-то механизмы, которые могут, это здорово. Еще один вопрос, я вот стал свидетелем, один мой хороший знакомый, ну, сейчас они переехали, у него была одна жена, там родилась дочка, потом он, ну, по молодости говорит, что, естественно, какая-то ошибка, он честно выплачивал алименты, все, но той супруги было мало, она все подавала, подавала иски там какие-то, то есть уже сами судьи, судебный исполнитель, они уже говорили, где ты нашел ее, собственно говоря, очень скандальная девушка, и всегда ей было мало. В итоге ей посоветовал, по-моему, кто-то из судебных исполнителей, у него была уже супруга новая, у них был ребенок, они жили вместе, счастливо, все, в законном браке, и он посоветовал супруге, вот, законной, подать на алименты тоже, потому что, получается, что ползарплаты он должен был отдавать туда, и такое возможно ли, когда люди, находящиеся в законном браке, тоже подают на алименты, чтобы уменьшить там алименты для незаконной супруги, допустим, так. Понятно. Вот смотрите, у нас в кодексе о браке и супруге есть всего лишь две статьи, регулирующие размер алиментов. Это статья 139-я кодекса, когда алименты определяются по судебному приказу или по решению суда первично, то есть вот впервые, когда обращаются, устанавливается определенный размер. На одного ребенка одна четверть, на двух детей одна треть, на трех и более, не более одной второй. Причем этот размер алиментов может быть увеличен или уменьшен судом в зависимости от материального и имущественного положения сторон или иных объективных обстоятельств. Это когда первичный размер. И статья 175-я кодекса, когда у нас размер алиментов может быть увеличен, уменьшен судом, если, когда были изысканы первичные алименты и на тот момент изменилось уже материальное или семейное положение любой из сторон. То есть здесь может подать как папа на уменьшение алиментов, допустим, или мама. Не важно, должник или изыскатель, у них такое право сохраняется. Но вопрос здесь вот в чем. Со стороны должника, плательщика алиментов, не должно быть злоупотребление правом. Что предполагает собой злоупотребление правом? Вот вы говорите, если есть, допустим, у человека двое детей, при этом один ребенок это от предыдущего брака, второй ребенок в настоящем браке, когда лицо проживает совместно и по факту, допустим, алименты на первого ребенка действительно взыскиваются, а на второго они изысканы формально. То есть они все равно идут же в доход общей семьи. Здесь будет суд решать, есть ли такое злоупотребление. И еще главный аспект, независимо, где и как дети, там с мамой, с папой, они имеют равное право на содержание родителям, равное. Суд будет учитывать все обстоятельства дела. Это же для каждого дела есть определенный, у каждого своя ситуация. Ну, то есть в любом случае ребенок является, на первом месте всегда находится. То есть главное, чтобы было ему, он был обеспечен, чтобы было у него все. Да. Гражданские иски, помимо алиментов, назначения алиментов, неплательщиков и так далее, которых теперь можно трудоустроить, да, чтобы они оплачивали. Вот по лишению родительских прав сейчас больше-меньше, как у нас ситуация, ну, я имею в виду наш город. К сожалению, ситуация у нас, она с каждым годом не улучшается, это однозначно. Эти иски, как были, так они идут, и количество их точно, это не уменьшается. В 90% случаев, наверное, таких исков, это алкоголизм, либо матерью, либо отца, либо обоих родителей, иное заболевание. Очень часто даже есть случаи, когда психические заболевания, когда родители в силу заболевания не могут за детьми смотреть, но они тогда в этих случаях не лишаются права, а ограничиваются, потому что они же в силу болезни за детьми не могут справиться с детьми, это немножко другое. А когда алкоголизм, это безусловно, какие родители лишаются, потому что это болезнь, но у них есть право восстановиться в правах, если они пройдут лечение от алкоголизма, либо добровольное, либо принудительное, по показанию врачей, мы уже в этих случаях экспертизы назначаем наркологические, когда врач-нарколог, эксперт-нарколог уже ставит вопрос, принудительно нужно его лечить, либо добровольно там. То есть, если есть возможность, то всегда добровольно, а если нет, то уже тут... Безусловно, безусловно, да. Все зависит от степени тяжести, насколько человек... Некоторые же люди не понимают, что они больны. А никто не понимает. Как правило, наркоманы и алкоголики, они все говорят, что я живу как все, что живут как ко мне-то так. Это норма. Я же иногда выпиваю, говорят. Не каждый день, буквально вот через день, уже хорошо. А вот об административных правонарушениях, вот какие самые частые сейчас применяемые как к несовершеннолетним, так и в пользу несовершеннолетним? Ну, я так понимаю, это хулиганство, да, там где-то что-то разбил, где-то кого-то обозвал и так далее. Безусловно. Здесь только есть небольшой нюанс. Смотрите, у нас несовершеннолетние, не признаются, несовершеннолетние дети, не достигшие 18 лет. Но адам ответственности у нас наступает с 16 лет. А уголовные, я так понимаю, из 14 там, если есть... Из 14, да. Поэтому к адам ответственности мы привлекаем детей сами, и суд общий юзидит, административный специализированный ЗУП, с 16 лет, они сами привлекают уже детей. Мы привлекаем детей до 16 лет, вернее, ранее привлекали. Сейчас я вам вот как раз коснёмся мы с вами изменений, которые у нас произошли. Ранее мы привлекали детей за мелкое хулиганство в части выброса мусора. Ну вот семечки пощелкал мне там, алюку от шоколада ребенок выбросил. Вот это раньше мы привлекали родителя за такие поступки детей, причём дети эти должны достигнуть 14-летнего возраста и не должны достигнуть 16 лет. С января месяца нормы этой статьи 435-й не работают. Там остались нормы только касательно хулиганства. Когда ребёнок от 14 до 16 лет выразился нецензурной бранью, кого-то оскорбил, то есть есть признаки хулиганства мелкого, тогда да, привлекается родитель по 435-й. А если же ребёнок в таком возрасте выкинул мусор, пощелкал семечки, теперь у него с января он за это ответственность и родитель за это ответственность не несёт. Потому что выделена отдельная статья 434-й апреля 2 у нас существует, там ответственность уже несут дети 16 только лет. Здесь получается законоприятный право родителям всё-таки правовую культуру детей поднимать, да, сознательность правовую в семье. А какое наказание ждёт ребёнка вот по административному делу, по мелкому хулиганству? Или всё-таки родитель будет отвечать за это? Будет отвечать родитель, если ребёнку нет 16 лет, будет отвечать родитель, там предусмотрено взыскание в размере 7 МРП. То есть очень приличные денежки из семи, которые идут за действие ребёнка. Потом самая распространённая статья административного характера это 127-я, это когда родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей. То есть вот очень часто вот эти статейки начинают предпосылками быть в дальнейшем для лишения родителей родительских прав. Если, допустим, по этой статье родители привлекли, там назначили штраф или там назначили адомарест, но родитель не справляется, всё это уже происходит в разрезе систематических нарушений. Потом таких родителей проводят через комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссии их неоднократно предупреждает. Если никаких мер не предпринимается, родители не исправляются, тогда уже ставится вопрос решения анализских прав. Ну и давайте в двух словах буквально по уголовным делам, как у нас сейчас. Я так понимаю, это, ну у нас скорее всего нет, да, в практике, наверное, не было совершенных несовершеннолетними уголовных дел. Потому что я так слышал, там входит в это похищение людей, убийство, там что-то такое, ну более тяжелые дела. А вот в отношении несовершеннолетних наверняка у нас есть, да, это и насильственные какие-то, и другие, да, вот формы. Безусловно. Вот смотрите, вот, к сожалению, заблуждаетесь, если думаете, что наши детки не совершают. Наши детки совершают, причем достаточно много. Это краж, это грабежи. А, ну, это да, это уголовная, да. Да, это кражи, грабежи. Причем в последнее время участились многоэпизодные дела, когда детки похищают сотовые телефоны, вскрывают машины. Вот буквально в последний раз рассмотрели дело, там было 7 или даже 8 эпизодов. Успевают одновременно угнать автомобиль, вскрыть магазин, угнать еще второй автомобиль. У нас дети в этом плане, иногда даже бывает и взрослых, перешевеляют. За пояс заткнут, да. За пояс заткнут, да. Я в шоке, в легком. Это то, что совершается детьми непосредственно. Вот, смотрите, мы часто на практике стараемся все-таки детей, если есть, если потерпевший прощает, их к ответственности не привлекать, освобождать от уголовной ответственности, но назначать меры, допустим, связанные с передачей надзор под родителю, принести извинения потерпевшей стороне. Если уж совсем там плохо, то определяем специализированные школы. А у нас есть такие, да? Безусловно, у нас существует специализированная школа для детей с девиантным поведением, это город Серебянск и с особым режимом содержания, это кукпетинский район. Ну, то есть, если ребенок туда попадает, то, как правило, выйдя оттуда, ему прямая дорога уже в такое же учреждение, только более взрослая. То есть, оттуда исправившимся редко выходит. Если не исправляется, безусловно, да. На мой взгляд, что касается преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, это одна из самых страшных, на мой взгляд, это статья 122-я у нас есть, когда имеет место быть половое отношение с детьми, недостигшими 14 лет. И такое есть? Да, такое есть, и в последнее время почему-то очень часто за этот год у нас не рассмотрено уже шесть таких дел, когда взрослые люди вступают в такую связь с несовершеннолетними, они несут за это ответственность. Но что страшно, там очень часто как такие преступления выявляются? Когда ребенок по факту беременеет девушка, и уже постфактум мы имеем на осмотре у врачей или прочих, когда это все выходит, это все расследуется. А что еще страшнее, что потом эти девушки, они вступают в брак уже, продолжают жить дальше, рожают детей, ну а возраст сами же еще дети, понимаете, 14 лет, это же ребенок, это по факту ребенок без детства. А тут и найти в 20 лет иногда ребенок еще ребенком, тут неизвестно. Конечно. Татьяна Анатольевна, осталось у нас буквально 3 минуты до конца программы, буквально в двух словах. Про профилактику мы уже говорить не будем, это понятно, что она проводится. С кем вы сотрудничаете? Вот помимо органов внутренних дел, есть ли какие-то общественные организации, которые помогают вам в работе и в профилактике, и в выявлении, и может быть, в какой-то степени даже в оказании какой-то психологической помощи, поддержки как детям, так и родителям? Безусловно, мы напрямую сотрудничаем с детскими домами, со всеми детскими домами, в том числе домом ребенка, который существует в семье у нас, который в Аягузе, у нас есть специализированный дом, где у нас больные детки находятся. Мы напрямую всегда на связи с ними. Мы сотрудничаем с Центром примирения Сташкина, потому что очень тяжело одним решить такие проблемы. Допустим, когда мы видим, что можно решить спор, все-таки без участия суда мы отправляем семьи в Центр примирения семьи. Мы напрямую работаем с медиаторами, мы прям знакомим со списками, предлагаем сторонам самим выбрать любого, понравившегося медиатора. Потому что все-таки решить мирно-любовь в конфликт, это же всегда лучше, чем вынести судебный акт императивно. Сторона же всегда будет оспаривать, недовольна. Это мы напрямую с ними сотрудничаем в течение всего рабочего времени, можно сказать. С инспекторами по делам несовершеннолетних это безусловно. С Центром матери-ребенка это тоже безусловно. С органом опеки, попечительством мы все с ними в прямом контакте и с прокуратурой в части защиты прав детей. То есть мы всегда консолидированы, мы всегда вместе, всегда какие-то новшества, проблемы мы обсуждаем, стараемся их решить, чтобы это не на бумаге оставалось, а реально у нас в семье работало. Спасибо вам огромное, Татьяна Анатольевна. Будем надеяться, что все-таки у нас улучшится ситуация как со стороны родителей, так и со стороны ребятишек. Все-таки сегодня такой день, 1 июня, день защиты детей. Спасибо, что согласились побеседовать с нами. Я думаю, будет интересно. Спасибо вам. Еще один такой профилактический аспект провели мы среди населения. Спасибо, до свидания. До свидания. Друзья, не прощаемся с вами. Я напомню, что увидеть вас, нас вы сможете не только на нашем канале, но и на сайте www.semeetv.kz. Увидимся совсем скоро, может быть даже раньше, чем в понедельник. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!